Всем привет! Это новости с Чалом и с вами, собственно, Сергей Чалом. И это наша постоянная рубрика «Прожектор технологического суверенитета». В Санкт-Петербурге в ночь со 2 на 3 декабря сгорел очередной лазурный автобус МАЗ. И это уже восьмой сгоревший антисункционный автобус модели МАЗ-203, в котором двигатель, коробка передач и мост иностранный были заменены на выпущенное совместно с китайским производителем. И это еще история успеха, того, что чиновники сейчас называют локализацией импортозамещения, а именно попытки заместить иностранные компоненты в отечественной импортозамещающей продукции. Потому что до этого импортозамещение оборачивалось в лучшем случае сборкой из импортных деталей, а в худшем — банальной попыткой выдать иностранные за свое. Ну, как это было с отечественным мотоциклом «Минск», который на самом деле оказался собираемым в Китае французским мотоциклом Mesh X-Ride 650. На днях Наталья Качанова, которой еще в августе пообещала Лукашенко довести локализацию на Матавелло до 80-90%, признала исполнение поручения неудовлетворительным. По словам нового директора предприятия, к концу первого квартала 2023 года удастся выйти только на 26%, а отчитываться перед Лукашенко придется уже в конце этого года. Казалось бы, рядовое событие Качанова пообещала самому боссу невозможное. Но нас интересуют здесь два нюанса. Первый. Качанова пригрозила трактовать неосвоение ресурсов как саботаж. Потому что, и это второй нюанс, это поручение самого Лукашенко, а он не может ошибаться. Президент не раз говорил, что мы можем все сделать сами, и жизнь показывает, что это так взять хотя бы систему здравоохранения. Ну, о саботаже мы поговорим позднее, а сейчас поговорим о непогрешимости Лукашенко, особенно здравоохранения. 5 декабря Лукашенко принялся докладом министра здравоохранения Пеневича. На Белте это мероприятие заглавили «Лукашенко доклад Пеневича разбавил большой ложкой дегтя». И это второе большое мероприятие после совещания с аграриями в Гомеле, в котором Лукашенко так много говорил от себя, и поэтому наговорил так много ценного. Тут была уже и ставшая традиционной во время разговоров о здравоохранении история о чудесном исцелении благодаря самому Лукашенко. Ну, и неожиданная характеристика вообще всей системы здравоохранения. В Шкловской больнице, ну, как я сейчас говорю, практически в морге. Я подумал, если там так, то вот я неделю не сплю и думаю, а как же в других районных больницах? И цитаты великих людей. Спрятаться кому-то за спину кого-то, или, как я часто говорю, под плинтус залезть, Наталья Ивановна не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, нам это в стране не надо. У нас государство для народа, цитата. Эту саму цитату хочется прокомментировать крылатой фразой мэра Киева Виталия Кличко. Головой-то я понимаю, а ртом сказать не могу. А тут, как ртом сказал, цитата. Вот понимаете меня как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. Не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы, миллионы людей это услышали. И мы тоже считаем, что все должны услышать фразу, которая в полной мере показывает представление Лукашенко о жизни его собственного народа. Фразу, которую, кстати, Белта из видео вырезала. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного, маршруты продумаем и подъедем в школу. Тот, кто хочет учиться, тот найдет как подъехать. В каждой семье в Минске уже практически по 2-3 автомобиля. И далее он продолжил демонстрировать осведомленность о жизни бюджетников уже на совещании по жилью для военнослужащих. Если учителя могут где-то чего-то доработать, проработать, репетиторство и прочее, некоторые. Если врачи могут тоже где-то чего-то там подзаработать, а если неленивый врач он заработает как надо, то люди в погонах в принципе не могут заниматься никаким там бизнесом, доработками, подзаработками. Ну, в отличие от учителей и медиков, которые на дверях кабинетов пишут «цветы и шоколад не пьем» бедным военным, ну, выдали пистолет и крутись как хочешь. И это, как вы понимаете, была иллюстрация Веры Качановой в непогрешимость Лукашенко. Напомним, недалеко, как на прошлой неделе, Лукашенко рассказывал, как же важны точные данные для принятия управленческих решений. На местах бардак, хронические приписки и воровство. Я прекрасно понимаю, что такое статистика, отчетность. Но когда стал президентом, я понял, что любое искажение статистики – это неправильно принятое решение. В общем, как говорит Лукашенко, прощения этому не будет. Вы меня толкаете на принятие неправильных решений, если искажена статистика. Ну, как видим, даже толкать не надо. Вы и сами, Александр Григорьевич, прекрасно справляетесь. Ну, я вообще не понимаю, зачем вы врете? Кому надо это вранье? Это же легко проверить. Ну, действительно, легко проверить. По статистике ГАИ в Минске на 1 сентября 2022 года зарегистрировано 664 тысячи легковых автомобилей. То есть, как несложно подсчитать, для того, чтобы в семье было по 2-3 машины, семьи должны быть, ну, по 7-10 человек. Зачем вы этими приписками занимаетесь? Это же же, слушайте, это бандитизм в высшей степени. И об этом мы должны закончить разговор сегодня по всей стране. В противном случае спрос будет вот как по ценообразованию принимать. Помните, мы в прошлой передаче говорили, что совещание с аграриями – это последнее предупреждение чиновников. А ценообразование – это такая метафора высшей меры социальной защиты. Так называлась смертная казнь в советском уголовном праве. И вот вам подтверждение. Депутаты в первом чтении приняли проект закона об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. Многие уже прокомментировали ужесточение статей за дискредитацию вооруженных сил, пропаганду терроризма, разглашение государственных секретов обстоятельствами военного времени. Но нас здесь больше интересует изменение формулировок в статье 360 «Диверсия», когда, по мнению юристов, теперь любое преступление против государственной собственности можно называть диверсией. Результатом какого-то действия стали убытки? Вот вам и диверсия. Помните Качанову с ее саботажем? Или Лукашенко с его бандитизмом? Ну и, наконец, распространение смертной казни в отношении должностных лиц по статье 356 «Измена государству». И вот это уже поистине новая тенденция. Ранее номенклатура чиновники не были для Лукашенко расходным материалом. Напротив, после прохождения курсов повышения квалификации в СИЗО или в тюрьме, они отправлялись на другую руководящую работу. И это движение даже не к сталинским, а к революционным временам, когда приходилось решать, кого в расход, а кого на перековку. И в этом смысле неудивительно анонсированное Губопиком прекращение практики покаянных видео на фоне дверей, в которых нормальное положение закрытое. Зачем ставить людей к двери, если можно сразу к стенке? И как мы знаем из прошлого, когда такие практики становятся массовыми, палачам требуется изобретение новых эвфемизмов для обозначения смертной казни. Вот так, например, появилась ГБшная мочить с артилией. Я даже предвижу появление таких эвфемизмов из метафоры ценообразования, например, заморозка или дефляция. И это все в ситуации, когда даже не искусственное, а естественное убытие чиновников уже приводит к взримому ухудшению качества материала. В МИД Беларуси состоялось заседание Совета по делам белорусов зарубежья с участием диаспоры. И как отмечают государственные СМИ, в предыдущие годы очень любил председательствовать на подобных встречах скоропостижно ушедшей из жизни министра иностранных дел Маккей. Теперь же функции председателя временно перешли первому замминистра Сергею Олейнику, который не смог по причине загранкомандировки присутствовать. И на этом, похоже, нормальные заместители у них закончились. Заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук проинформировал участников мероприятия о происходящих событиях в Беларуси и вокруг нее. Для того, чтобы вы получили объективную оценку. Раньше хотя бы плохо говорили, а сейчас просто как будто нас не существует. Вы знаете, мы не лучше других, Беларусь. Мы не хуже других. Мы другие, мы идем своим путем, у нас своя судьба. За нами Бог, и поэтому все, что мы делаем, это правильно. Причем, обратите внимание, не с нами Бог, а за нами Бог. Потому что это у Суворова мы русские, с нами Бог. А мы белорусы, а за нами русские, ну а Бог уже с ними. Вообще, фразу Суворова не стоит понимать, как простую индульгенцию «Не думай, с нами Бог, он все за нас решит». Повышенное равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы центр. А перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Со слов Багратиона на военном совете в женском монастыре святого Иосифа 18 сентября 1799 года Александр Суворов произнес речь. Со времени государя императора Петра Великого русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении. Помощи ждать не от кого. Одна надежда на Бога, другая на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск нами предводимых. Нам предстоит труды величайшие, небывалые в мире. Мы на краю пропасти. Но мы русские, с нами Бог. Спасите, спасите честь и достояние России и ее самодержца. И произнес он эту речь сразу после знаменитого перехода через Сент-Гатарский перевал в войне в составе второй антифранцузской коалиции против уже республиканской, не монархической Франции. И поэтому мы русские, с нами Бог означает войну за самодержавие против безбожных сторонников гражданских свобод и прав человека. Против, как сейчас бы сказали, либерте, эгалите, ЛГБТ. И как видим, с тех времен ничего не изменилось. Нынешняя священная война России – это война за Богом помазанного самодержца против демократии гражданского общества, прав и свобод, от политических до сексуальных. Сам концепт прав человека противоречит монархическому самосознанию. Именно поэтому правозащитные организации враги, как для Путина, так и для Лукашенко. И поэтому в путинской России глава следственного комитета Бастрыкин правозащитник года, а Лукашенко создает симулякры типа системной правозащиты. 7 декабря Путин провел встречу с членами Совета по правам человека. И при этом сам Путин решал, на какие темы он хочет говорить, а на какие – не хочет. И в список запретных попали потери российской армии, вопросы промобилизованных и казнь Евгения Нужина кувалдой. Накануне встречи при этом из состава СПЧ исключили 10 человек, которые неудобные вопросы задавали ранее. Например, о пытках в колонии. Ну и заменили их провластными. И именно главные неудобные темы важны для понимания сути режима. В прошлом году, после опубликованных проектом «ГУЛАГу.нет» десятков видеосвидетельств, издевательств над заключенными, Путин согласился, что проблему нужно решать системно. А в этом году участников встречи предупредили, что кейс нужен, но это мелочь и частный случай. То есть, суммируя все вместе, с судьбами конкретных людей не нужно заниматься никогда. Либо их случаи частные и неважные, либо их случаи настолько массовые, что решать их нужно системно. И вообще, системная правозащита – это же такой оксюморон, как и системная оппозиция. Как не бывает никакой системной и внесистемной оппозиции, потому что первая играет по правилам власти, а вторая лишена вообще любых рычагов влияния, и поэтому ни та, ни другая ни на что повлиять не могут. Также и настоящая правозащита не нуждается ни в каких уточняющих эпитетах. Нобелевская премия мира этого года присуждена белорусским, российским и украинским правозащитникам. Лауреатами стали арестованный в Минске основатель Центра «Весна», Олесь Беляцкий, Российский мемориал и Украинский Центр гражданских свобод. Это были новости с Чалым. До встречи через неделю. Пока. И о прекрасном. У нас есть версия, почему Мерседес, на котором Путин проехал по Крымскому мосту, показали только изнутри и нет его съемок снаружи. Уж не потому ли, что он был украшен традиционными русскими наклейками? Уважаемые зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...